На диалог с властью собрались почти все жители села. Обстановка в зале, мягко говоря, напряженная. И неудивительно, на кону стоит будущее благополучия людей. Напомним, совсем недавно жители Лекарственного и близлежащих поселений забили тревогу. Непосредственно вблизи их домов может появиться гравийно-галечный карьер, что, по мнению сельчан, повлечет за собой непоправимые последствия. По поручению главы республики Геннадий Нараев, как и обещал, вышел на открытый диалог. Но вот найти общий язык с сельчанами так и не смог. Верить местным чиновникам люди давно перестали. Требование у них одно – не допустить строительства очередного карьера. Какая вражеская сила тайно принимала и показывала пальцем на карте место для работы карьера именно на наших землях. Доводы люди приводят веские. Во-первых, новый карьер лишит их питьевой воды. Сейчас ситуация с водоснабжением в селе напряженная. Железные зубы экскаваторов изуродуют и уничтожат долину Западный Булганак. А на ней прорастают ценные лекарственные травы, которыми местный фитозавод лечит весь Крым и материк. Ко всему прочему, здесь уникальные скифские захоронения и государственный природный заповедник «Плачущие скалы». Вы ссылаетесь на закон Владимира Владимировича Путина. Мы его любим и уважаем. Мы действительно уважаем нашего президента. И если бы он узнал, какое возмущение мы высказываем вам, и вы нас не слышите, у нас куча писем, отписок на основании закона. Но закон принимается для людей. Услышьте нас, пожалуйста. Доводы серьезные, но их недостаточно, чтобы прекратить будущую экологическую катастрофу. По мнению Министерства экологии природных ресурсов Республики Геннадий Нараева, пока нет четкого плана о том, сколько будет карьеров и какую территорию они захватят. Ссылается министр лишь на законодательство об ограничении пользования природными недрами, где сказано о том, что стройка запрещается, если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью людей, а также нанести ущерб хозяйственным объектам или окружающей среде. С нашей точки зрения нарушений на данном этапе нет. И их сложно сегодня установить, потому что нет еще проекта промышленной разработки. Только на рассмотрении проекта промышленной разработки можно определить, есть ли какие-то нарушения экологического законодательства. То есть все нормы САМПИНа выдержаны. Вот те, скажем так, вопросы, которые прозвучали, ну, недостаточно, на мой взгляд, аргументированы. Вот в части там сноса деревьев, в части близости к объектам природно-заповедного фонда. Из сегодняшнего диалога понятно одно – карьеру быть, только вот где? Это будет устанавливать группа экспертов. Московская фирма, которая выиграла тендер на строительство карьера, уверяет, рыть будут за горой, сельчане даже не заметят и не услышат. В случае, если обнаружат исторические захоронения, тут же остановят работы. Что же касается уничтожения родника и пересыхания реки Булганак, считают необоснованной информацией. Опытные люди установили – вреда никакого не будет. Фирма получила лицензию на 20 лет. Однако гравийно-галечную смесь будут добывать пять. Исключительно на строительство федеральной трассы Таврида и Симферопольского аэропорта. После все дыры засыпят и выровняют. В месторождении прошло все согласования и с археологами по поводу захоронения, и с военными, и с культурой, и с экологией. Но сейчас готовится технический проект. По техническому проекту с этой стороны горы не будет изыматься. Будет изыматься с той стороны горы горная масса, во-первых. Во-вторых, она абсолютно сухая, то есть там нет внутренних течений. С водой ничего не будет. От заказника Плачущая гора это находится в полуторакилометровой зоне. Геннадий Нараев обещал учесть мнение местных жителей. О результатах встречи Минэкология отчитается главе республики. Ну а пока сельчанам остается ждать и верить в лучшее. Мэри Бадунс, Борис Давидяк, Служба новостей и ТВ, Село Лекарственное.